18 сел и деревень, 4 района, больше двух недель в пути. Такой маршрут у корабля церкви святой апостол Андрей Первозванный. Духовно-просветительская миссия в очередной раз отправилась по берегам обеи вместе со священниками. Врачи, узкие специалисты, на прием к которым жителям отдаленных населенных пунктов попасть затруднительно. Где побывает миссия в сюжете Михаила Якимова. Вот в этом черном мешке находится звуковой аппарат. В этих пакетах находится оборудование для хирурга, то есть есть необходимые инструментарии. Все это оборудование понадобится врачам в духовно-просветительской миссии по АБИ. Александр Малов уже опытный доктор с 12-летним стажем, но в такую командировку отправляется впервые. Перед отбытием еще раз проверяет все ли необходимое на месте. Он врач ультразвуковой диагностики. Такие узкие специалисты крайне востребованы в небольших селах, которые планируют посетить миссия. Получилось так неожиданно. Мне позвонили и предложили поехать на миссионерском корабле. Ну и собственно это, я посчитал, что это очень интересно и увлекательно, и это новый опыт, и я решил поехать. С чувством долга, с желанием помочь людям, у которых нет тех благ, которые есть у людей в городе. Многие коллеги Александра в этой ежегодной миссии уже не в первый раз. На собственном опыте знают, насколько важна их работа в селах. Всего в плавание отправляется 11 врачей. Хирург, эндокринолог, офтальмолог и другие узкие специалисты, попасть на прием к которым селянам порой крайне трудно. В прошлом году кому-то стендирование отправили сразу с приема. Потом онкологических пациентов сразу выявляем. Это же тоже имеет большое значение, нет этого страха. Сегодня нет приговора. Многие заболевания можно вовремя начать лечить. При необходимости могут даже вызвать вертолет санавиации, если пациенту требуется срочная госпитализация. За духовную поддержку жителей сел и деревень отвечают священники. Бывают населенные районы, где 60 тысяч населения и 20 священников или один. Это просто физически невозможно окормлять результаты. Поэтому это помощь наша нашим собратьям по Христе, чтобы мы помогли и пришли к тем людям, которые в этом нуждаются. Я вспоминаю, одна женщина сказала, что единственная радость нашей жизни, когда вы к нам приезжаете. В основном тишина. Медицинской помощью и духовной поддержкой миссия не ограничивается. Социальные работники также активно содействуют жителям сел. Важно, что вместе мы и Новосибирская митрополия, и Новосибирская область совершаем благое дело для пользы простых людей. Акция проходит уже 28 лет. И на протяжении всего этого времени не утратила актуальность. Зародилась эта акция еще в далекие 90-е годы. В трудное время, особенно на селе, когда принималось решение и люди ждали помощи. В этом году корабль-церковь отправляется вниз по Аби, до границы области. Затем возвращается в Новосибирск с ежедневными остановками в разных населенных пунктах. Первая в деревне Кругликово Болотненского района. Михаил Якимов, Евгений Павлов. Новости.